Дело теперь не только в Украине. Бешеная бензоколонка, почувствовав, что газовый шантаж, мигранты и бряцающая военщина рядом с украинскими границами достигли кратковременного успеха, решила брифовать по полной и выкатила НАТО и Вашингтону ультиматумы, полностью лишенные здравого смысла. Теперь красные линии у Москвы отодвинулись за пределы Украины, и Москва грозит войной, даже в том случае, если НАТО расширит свое присутствие в Польше и странах Балтии. Таким образом, Путин и его клика доводят до Запада одну простую мысль, что вопрос конфликта даже не в Украине, а в желании покрошить НАТО и Европейский Союз. Путин желает вернуть статус-кво, который был во времена СССР, фактически намекая, что страны бывшего Варшавского блока для него не то, что не Европа, а вообще несоверенны. А Балканская так и вовсе на 100% вотчина Москвы, где возобновить боевые действия не стоит большого труда. Нереальные ультиматумы – это предельное повышение ставок Москвой и чистый блеф. Именно поэтому Кремль так торопит с официальным ответом Вашингтон и Брюссель, требуя немедленно подмахнуть какие-то бумажки, в которых пропишут они расширение НАТО на восток Европы и в Грузию. Но в Москве понимают, что на предъявленные ультиматумы никто в здравом рассудке не пойдет и реагировать не будет. Поэтому Кремль анонсировал следующий план, как повлиять на ситуацию. Если нахрапом взять Запад не получится, Москва готова к провокациям на Донбассе и уже анонсировала химическую атаку в регионе. Атаку якобы готовят ВСУ и американские специалисты из частных военных компаний, которых уже пруд-пруди в Украине. И эта угроза куда более реальна и серьезна, потому что провокация – любимая тактика России. Более того, тактика применения химического оружия после подобных предупреждений уже отработана в Сирии Баша Рамасадом, которому активно помогала и помогает в подобных вопросах российская габня. Очень возможно, что некое подобие сирийского сценария попробуют отработать в Украине, тем более, что экологическая ситуация в оккупированном Донбассе, который загажен оккупантами по самое немогу, вполне располагает таким заявлением и действием. Провокации следует ожидать в городах Авдеевка и Красный Лиман, куда, по заявлениям Шойгу, уже доставлены американские химикаты. Если перевести с кремлевского, это означает, что РФ планирует провести химическую атаку на горячо любимых ею жителей Авдеевки, сделав виноватой за это Украину. Когда из Балалай не приходит подобная информация, стоит напрячься, поскольку все прекрасно знают, чего от этого ожидать. В 90-х, начале 2000-х российская габня не жалела собственных крепостных, взрывая их гексогеном и отравляя фентанилом в домах, школах и театрах. Поэтому потенциальная химическая атака ГРУ ФСБ, организованная против мирных шахтеров с последующим приходом армии-освободительницы, вполне ожидаемый вариант такого развития событий. История помнит нападение могучей Финляндии на несчастный СССР или агрессивной Польши на миролюбивый Третий Рейх. Поэтому внезапная атака Украины на так называемые молодые республики, вполне вписывается в эту канву провокаций. Таким образом, если о беспричинном полномасштабном наступлении речь пока не идет, то вот о наступлении в результате провокации надо задуматься. Совершенно очевидно, что Путину не имется и очень чешется плешь испытать реакцию НАТО и Вашингтона на новую агрессию. Но в Кремле пока еще не смогли реализовать подходящий повод. Субтитры создавал DimaTorzok